Номер 12 Номер 15 Наши члены жюри немножко нервничают, так же, как и наши участницы Потому что именно на их плечи легло это непростое и ответственное задание Я вижу, как спешит нам наш заветный конверт Слышу, как бьются сердца наших девушек Еще несколько мгновений Вторая вице-мисс номер 6 Колесник Марина Первая вице-мисс номер 7 Козырева Алина Ну и, наконец, долгожданный миг Титул мисс Счастливая получает Номер 13 Елена Санина Аплодисменты нашей победительнице Елена Санина Самая красивая девушка нашего города Поздравляем! Леночка, в первую очередь хочу поздравить тебя с победой Это было сложно, но я думаю, это того стоило Конечно стоило Я думаю, что все девчонки большие молодцы И, если честно, я не рассчитывала на победу А вот зря, зря А я, как и многие другие люди в этом зале, болели именно за тебя Сейчас, секундочку Можем? Спасибо большое, Стас Я хочу посвятить свою победу моей бабушке Зое Которая, которая воспитывала меня все детство совершенно одна И я думаю, что если бы она сейчас была жива Она бы точно ждала меня дома за таким большущим твердым пирогом Значит, ты хочешь сказать, что этот журналист тебя не клеил, да? Ой, я не хочу сказать Я так прямо и говорю Он меня не клеил Да он лапал тебя в наглую Он просто поправил мне ленту Подожди, надо почту проверить Блин, Лен, ну куда? И так барахла куча Ого, цветов сколько Здравствуйте, Тамара Романовна Привет, мой дружи Здрасте О, уже записки влюбленные шлют? Я понятия не междаю Малышка Это что? Я не знаю, наверное, кто-то пошутил и все Отлично Теперь тебе еще всякие ублюдки писать будут О, Боже, Ваня Это просто кто-то бросил в первый поважился ящик Здесь даже имени моего нет Пойдем домой Красота какая, обалдеть Я примерю Не смеши Снимай давай, а то мы тебе целую номинацию посвятим Ага, например, мисс, а где мой обед? А что, мне голодать нельзя Это все моя подушка безопасности Понимаю, так наливай быстрее Точно Ну да Наша беременная хочет побыстрее выпить Да, хочу Между прочим, 50 грамм красного схого вина в неделю можно А когда у тебя дома трое спиногрызов, можно и больше Так, тихо У меня тост Ленок, за тебя За самую талантливую, самую красивую И самую счастливую И самую худую Не завидуй Я сейчас разберусь Не, ну рабочий день-то закончился Ну что такое? Закрыто, не видите табличку? Ну, что такое? А, это курьер Давайте, проходите Давайте, давайте, быстрее Здравствуйте Здравствуйте Посылка для Елены Саниной Интересно И вот здесь Не спешитесь, пожалуйста Спасибо Интересно Какие Обалдеть Наверное, дорого стоит Конечно, дорого Слушай, вот эта Ванька тебя балует, а? Нет, 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 это точно не Ванька Ванька на такой деньги тратить не будет Он на машину купит Что? А их там 10 И что? Что, и что? Что, с другой планеты? Четное количество только на могилу кладут Интересно, тебе просто обсчитались на одну и все Кто? Продавщицы? Такие не просчитываются И записки нет Странно? Ой, 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 какие мы пугливые Так лучше? Нет, ну, мне цветы все равно никто не дарит Давайте пить Давайте Девочки, вы какие-то странные Ну, давайте выпьем За сюрприз Да, да Раньше ты не особо любила всякие вечеринки А сегодня прям не можешь обойтись без этого дня города Ваня, я должна там быть А ну-ка, помоги мне застегнуть платье Ну да, точно Это же у нас теперь миссия счастливая Ни одно мероприятие без тебя не может обойтись Ваня Ну, при чем здесь это Менеджер агентства Прэм Хочет познакомить меня с директорами какой-то компании Чтобы ее стало лицом их бренда Ну, круто Теперь ты всем свое лицо продавать будешь? Ну, ты же прекрасно знаешь зачем Ты дай мне колончику шкатулки Я заработаю денег в Прэме И тогда смогу пройти стажировку в Лондоне Да ты и так профессиональный парикмахер Ну, зачем тебе еще какая-то стажировка? Отлично, Вань Спасибо Это именно то, что я хочу услышать от своего парня Ну, все Ладно Давай не будем ссориться Ну, конечно, я буду тебя поддерживать Вот Держите Опять вы о работе? Да Лена, привет Здравствуйте Шикарно выглядишь Спасибо Пойдем я тебя кой с кем познакомлю Ребят, я на минутку А Ленка наш на расхват, я смотрю Пойду выпью чего-нибудь нормального Вот, кстати, я получу одну из наших работ По городу таких уже 10 штук стоит И даже один возле центральной больницы Да Как по мне, Лена здесь просто очаровательна Пиво налей Ты очень неплохо здесь смотришься Очень неплохо Спасибо, это все заслуга фотографа Ну, не скромничай Это все профессионализм нашей модели Лена очень любит камера Она хорошо чувствует кадр Прекрасно понимает, чего от нее Именно добивается клиента И если хотите, мы на следующей неделе Можем организовать пробную фотосессию Да, наоборот, хотелось посмотреть И уж что в деле Может быть, у вас будут какие-то пожелания по образу Хочется чего-нибудь смело Покажите, на что вы способны Я думаю, что мы что-нибудь придумаем В минуту Молодой человек, мы вообще-то общаемся Нас ждете Что это такое? Вань, ты чего? В общем, насладился я уже этим праздником Я ухожу Ваня, подожди Что? Ну, иди, иди, продавай свое лицо Ты же за этим сюда пришла Я понимаю, ты злишься из-за этого контракта Но это не было Да дело не в контракте, Лена Дело в тебе Раньше ты другая была Тебе не нужны были эти фотографы, эти гулянки Мужики эти пьяные, которые выше груди твои глаза не поднимали Тебе я нужен был Ваня, ты мне нужен, ты мне очень нужен Серьезно? Да? Тебе нужен обычный водитель Да, мне, как обычному парикмахеру, нужен именно обычный водитель Какая разница, чем мы занимаемся? Мы это мы Тебе нравится водить? Води Я поддержу твой выбор А твоя поддержка, извини, пожалуйста, только на словах А в чем тебя поддерживать? В этих торгах за тебя? Да ты как будто на прилавке лежишь с ценником на лбу Что, прости? Что ты сказал? Кто? Ты мне не имеешь права это говорить Потому что я тебе никогда не давала такого повода Да? Серьезно? Да Ты только за один вечер, вон сколько поводов Ладно, все, хорошо провести время Ты домой? Нет Наташ, Наташ Не сидите, расширись Ничего страшного Ничего страшного Дари, Сергею Стань Не, она боссы Да Дэн Дэн Чукаравеларумалэ Ой Ай Мэй 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 Он смотрит на нее и слюни пускает, а она улыбается ему, типа, это нормально. Класс. Ну, а чего ты хотела? Лена теперь местная знаменитость. Она всем улыбаться будет. Я просто хочу заботиться о ней, хочу оберегать ее, рядом хочу быть. Пожалуйста! Не надо! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста! Только ей это, по-моему, не нужно. Ей нужно, чтобы ее все хотели. Мисс Счастливая, блин. А может, просто она не та самая? Слушай, а помнишь наш выпускной? Ну, когда мы вдвоем остались, еще пошли рассвет встречать, и ты тогда еще сказал, что хочешь стать гонщиком. Гонщиком. А стал просто водилой. А еще сказал, что у тебя будет жена, для которой ты будешь самым лучшим. В миру будет ждать. П Wyatt! Марин, ты... Извини. Зря, наверное, я тебе позвонил. Ты не обязана это выслушивать. Можно нас посчитать? Ну-ка, малышка, посмотри в камеру. Молодец, какая красивая. А вот это я возьму с собой. Ты уж не против? Ага, ты теперь моя. Ну тогда до встречи. Извини, что не проведу. Именно. Играя. Играя. Майсэн. Форевнена. 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 Продолжение следует... 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 Я проснулся засветло, солнца еще не было, раннее утро, откуда же солнцу взялся. Я пришел, значит, на свое место, ну, как бы не мое, конечно, это место, оно же общее, сюда все люди могут приходить, не только ж я. Сергей Петрович, это все интересно, но давайте ближе к вопросу. Ага, так вот же, я же говорю, что я же взял и приготовил же свой собственный фирменный, по фирменному рецепту этот, как его, прикорм. Перловка, кукуруза. Сейчас, извините, пожалуйста. Да, Леночка, здравствуй. Это не Леночка, это Иван. Кто? Парень, Лена. А, понял. Что-то случилось? Да, тут такая история, в общем, Лену изнасиловали. Как изнасиловали? Да, вот так, после дня города затащили машину. Не понял, а что полиция? Да в том-то и дело, что ничего, вообще ничего. Слушай, может, ты как репортер поможешь? Да, конечно, прямо сейчас запишу репортаж, я позвоню в газету, пускай мне статью написано. О, спасибо, может, тогда они зашевелятся. Ладно, пока. Да, давай. О, ты уже домой? Да, уже все. Ну, давай, до завтра. Ленка, привет. Привет, Саша. Как ты? Я нормально. Седанька звить нужно отведить. Пока. Смотри, подходит там? Здравствуйте. С вас, пожалуйста. Смотри, это та, которую изнасиловали? Аналит, как он, сушил. Да выказалась, у нас сейчас, у меня почти разторолелись. Так... Можно газету? Спасибо. Спасибо. Эй, девушка, абрикосы. Алло, привет. Ваня, представляешь, они всё знают? Да, я видел репортаж. Какой репортаж? Какой репортаж? Откуда они узнали? Я думала, просто в газете. Лен, ну мы же должны были как-то полицию подстегнуть. Им же пока не припечёт, они не пошевелятся. Что? Ваня, это ты им сказал? Ну конечно, Лен. Я же должен за тебя постоять. А теперь, после такой шумихи, этот Дерюгин сразу за дело возьмётся. Вот увидишь. Ваня, скажи, пожалуйста, а со мной как-то посоветоваться поговорить, нет? Лен, вообще-то я это для тебя сделал. Я же как лучше хотел. Это худшее, что ты мог сделать, Ваня. 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 Это, это кошмар, это ужас, ужас, что происходит. Как таких уродов земля носит, я не понимаю. Ты как, милая? Нормально. Мне нужно пару дней, и я смогу работать, так что всё хорошо. Да. Я как раз об этом я хотел с тобой поговорить. Вот. Это что, мой договор, вы хотите его расторгнуть? Прости, милая, я понимаю, что у тебя столько всего навалилось, я представляю, как тебе сейчас тяжело, но... Ты должна это подписать. Послушайте, Кирилл, вы... Вы, наверное, думаете, что я не смогу работать, да? Ну, я смогу, правда. Если это из-за той фотосессии, то, конечно, я зажилась, но... Но вы сами знаете почему. Дайте мне два дня, мне очень-очень нужна эта работа. Лен, ну ты что, не понимаешь? Не может жертва изнасилования рекламировать косметику, просто не может! Наша... покупательница этого не оценит. Не, на всех страницах. Ана, Вера, привет. Можешь приехать? Да. Ваня твой, конечно, молодец. А Сергеев, ну, просто трусливый козел. Нельзя было так с тобой. Может, он и правда. Представляешь, люди будут смотреть на билборды и говорить, о, это та, которая изнасиловала Лену. Лен, ты нормальная вообще? Нет, он не прав. Нельзя просто взять и вышвырнуть человека за то, что с ним так произошло. Да черт с ним. Вера, я спать не могу. Я... Я глаза закрою у меня. Маска перед глазами. Я... Не могу ни переключиться, ни думать, я так лежу до утра. На улице все так же. Выйду, мне кажется, что смотрят на меня, как на прокаженную. Так. Послушай меня, пожалуйста. Ты светлый, талантливый, добрый и очень сильный человек. Ты поняла меня? Есть люди, которые ради тебя пойдут на все. Ты это знаешь? Да. Поэтому мы сейчас вытираемся слезы, пользуемся моментом, пока нет того благоверного, мы будем пить коньячок. Да? Лена! Лен! Привет! Лен, ну ты злишься? Я же сделал это, потому что... Я беременна. В смысле? Прямо. Я беременна и я не знаю от тебя или... В смысле? Значит так. Завтра мы поедем в другой город, найдем тебе хорошего гинеколога. Он сделает аборт и никто ничего не узнает. И все у нас будет хорошо. Слышишь? Ты же веришь мне? Нет. Что нет? Я оставлю его. Лен, ты, наверное, еще немножко в шоке, да? Да мой ребенок, я его рожу, мне не важно от кого он. А мне? Мне думаешь, тоже не важно от кого он? То есть, по-твоему, я должен воспитывать ребенка и думать, что он от ублюдка, который мать его изнасиловал? Я не буду делать аборты. Лена, да пос... Ну... Хорошо, давай, давай успокоимся, Лен. Давай нормально поговорим. Можно ведь еще сделать тест ДНК, правда? Я знаю, что он дорого стоит, но мы найдем деньги, Леночка. И тогда точно поймем, от кого он. И если он не от меня, то он... Я не буду делать аборт. Да что ты заладила? Не буду и не буду! Ты не одна, Лена, не одна, понимаешь? Есть я еще! Или тебе пофиг на меня? Пофиг на то, что я думаю? На то, что я чувствую? Ты сама все решила! А я здесь никто, да? Лен! Ну... Круто! Хорошо! Счастливо оставаться! Скажите, серый микроавтобус АС-125 вам принадлежит? Нет. А в ночь шестнадцатый на семнадцатый мая, в день города, вы одолжили кому-то свой автомобиль? Нет. Ясно. А что вы сами делали в ту ночь? Сначала был на площади. Часам к одиннадцати вечера уже дома. Вы живете сами? Да, сам. Он же сам. А раньше вы с кем-то делили свою жилую площадь? Да, делил. Девушка у меня была. Месяц назад разошлись. А кто был инициатором Ратальева? Слушайте, ну что за вопросы? Что я вообще здесь делаю? Отвечайте на вопрос. Кто был инициатором разрыва? Ну, она была инициатором. Парень у нее появился. Ну, вот так и разбежались. Тихо. 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 Слушайте. Подождете? Да. Привет. Чего сидишь в одиночестве? Привет, Мария. Потому что мне одиноко. Это из-за нее? Что у вас произошло? У вас? Да нет никаких нас. Я просто не понимаю, чего она ждет от меня. Может, она думает, что я стерплю все. А что она выкинула? Не важно. Мне просто надоело это все. Есть вещи, с которыми я не собираюсь мириться. Посмотри на меня. Сколько мы с тобой знакомы. Ты же видишь, что я тебя люблю. М cleaned. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О чем поговорим? Об этом? Давай мне ключи Лен, это не значило для меня ничего. Просто по пьяни так произошло Ты чего, Лен? Ну, девочка Не надо, я тебе сказала, ты все, уходи, давай ключи Ваня, уходи! Алло! Елена Андреевна? Да Это следователь Дерюгин Появились кое-какие сдвиги по делу Можете подъехать через час в отделение? Да, конечно, я приеду Спасибо, жду вас Вам нужно будет его опознать Что мне опознать в Москву? Это просто формальность, все улики против него Так зачем вам опознание? Ну поймите, если мы сейчас начнем доказательное расследование, мы потеряем кучу времени Простите, я не буду врать, я его не видела Хорошо Вот смотрите, это его автомобиль Похож? Угу А вот этот кулончик, который мы нашли в бардачке, это в самом автомобиле Ваш? Мой Наконец, самое главное Его девушка, которую он любил, она его бросила Он не смог пережить потерю И изнасиловал похожую на нее Кажется, я его где-то видел Он на одних городах меня с кем-то перепутал Вот видите, все сходится Здравствуйте Здрасте Эна, это свидетель, при которой будет проходить опознание Посмотрите в окошко Успокойтесь, соберитесь И постарайтесь вспомнить Кого из этих людей Вы видели в ту ночь Простите, я, наверное, не смог Не волнуйтесь Его все равно накажут Все убийки против него На вашем кулоне его пальчики Ему не вывернуться Самое главное не дать ему сбежать Не выпустить на свободу до суда Который из них? Первый? Нет Второй? Нет Третий? Наверное Наверное Нам нужно да или нет, Лена Это подозреваемый номер три А если он… Скажите, пожалуйста, четко и внятно Это подозреваемый номер три Да Вот отлично Я прошу отметить Жертва опознала подозреваемого номер три Распишитесь Вот тут Где? Так, ну первый этап позади Впереди нас еще ждет суд Значит, мы подадим обвинение В течение двух месяцев назначат дату и пригласят вас А вы сейчас едете домой, отдыхаете, вы большой молодец Что случилось? Что случилось? Вам плохо? Да Вызовет скорую? Ой Давай, Лена Поешь немного Я не хочу Давай, давай, тебе сейчас надо Как ты мне надоел Я тебя тоже люблю Ваня, будешь говорить про выкидыш? Нет Это теперь не его дело Ну ешь давай, ну чего ты его мешаешь? Молодец Сегодня состоялся суд над Сергеем Бойко Подозреваемым по делу об изнасиловании королевы красоты Миссисливой этого года Елены Саниной Неопровержимые улики, а также опознание жертвой преступника позволил осудить насильника на максимальный по этой статье срок на шесть лет лишения свободы Сергей Бойко отправляется Ого, в семь вечера Затянули они, конечно Слава Богу, что все закончилось А ты видела, какие у него глаза были, когда приговор читали? Ужас Вот рассматриваешь А? Никого Ваню? Лена, я тебе не хотела говорить У тебя просто До этого был суд, все такое Марина, с которой Ваня переспал Они вместе сейчас Поговаривают, что он вообще предложение сделал Ну, как он Она, зная ее хватку Ясно Надо же, я говорила, ничего не значило Лен, нормально все? Да, да, все хорошо Вера, ты иди До завтра Пока Сладкий, но крепкий То, что надо Что-то праздновать? Скорее отпеваю Я понял Тогда сразу готовлю второй Думаете, поможет? Смотря в чем Ну, настроение немного поднимется Знаете, что мне сейчас поднимет настроение? Машина времени Чтобы вот слить в нее и вот так вот Оп И перенестись на день города И чтобы не общаться с этими Директорами Чтобы не ругаться с Ваней А чтобы вообще никуда не ходить Ну, такой машины у меня нет Поэтому Переиграть все не получится Вы же мисс счастливая? Угу Смешно О, Господи, сколько в этом иронии нда Мисс счастливая, которая потеряла все Все Мечту Карьеру Отношение с человеком, который, казалось, никогда не предаст Никогда не предаст А он взял А это все из-за того нападения? А? Весь город в этом гудит Его посадили? Да, сегодня Только мне почему-то этот вон вот совсем не легче А что если посмотреть на это с другой стороны? В каком смысле? Ну, что на самом деле произошло? Ваша жизнь обнулилась Может, все это карьера, ненужные люди, парень, который предал Все это было лишним А теперь оно само отпало, как, не знаю, ненужный балласт И вы можете начать с нуля жизнь, какую захотите Подожди, подожди, то есть ты мне хочешь сказать, что Насильник сделал мне услугу, когда меня изнасиловал? Да нет, я просто Эта мразь мне жизнь разрушила Конечно, я знаю, извините Вот ваш коктейль Спасибо Балласт, балласт Блин, 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 блин Где здесь удалить? Блин, 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 блин Ой, прости, пожалуйста, я случайно позвонила Подожди ты, Лен Что? Лен, что с голосом? Ты что, пьяная? С чего ты взял, что я пьяна? Где ты находишься? В маяке? Может быть, в маяке тебе какое дело? Пока Лен, да подожди Пожалуйста, можно еще? Такой Располагайся, Колька, верни Опа, смотри, симпатяга какой Вы уже закрываетесь? Да, уже начало первого Надо домой Не спешите, я сейчас косу закрою и провожу вас Не надо, я сама Да куда вы одна пойдете, я сейчас Хорошо, что ты тут Вань, ты зачем приехал? Идем домой Не надо, я не поеду с тобой никуда Все в порядке Слышь, не лезь, мы сами разберемся Мы уже с тобой разобрались Пожалуйста, иди домой, я ее сам провожу Ты не понял, да? Я сказал, не лезь Идем домой, Лен, тебе поспать нужно Надо меня строгать руками Ну все, дальше я сама Светлый воздух бодрит, правда? Не такая уж я была и пьяная Трезвая, как Стекушка Ладно, я пойду Лен Ладно, я пойду Ладно, я пойду Ты, кажется, с Мариной Что-то вроде того Что ж тогда здесь делаешь? Лен, ну я Может попробуем еще раз? Я не могу без тебя Я не могу без тебя Как сказал Владимир, умный человек Ты мой в балла с Твани Который я должна сбросить Можно дверь открою? Счастливо 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 Алло Соскучилась по мне, малышка Не переживай Мы скоро Очень скоро Встретимся Счастливо Троитор Встретимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да мы человека посадили на шесть лет Все, дело закрыто, точка А теперь, пожалуйста, не мешайте нам других преступников ловить Ладно, хорошо, я понимаю, это звучит неубедительно Хорошо, что понимаете Ну-ка тогда, по-вашему, кто это звонил? Кто? Откуда он мог знать про заменитель волоса? Про то, что именно надо говорить? Лена, у нас городок очень маленький И сарафанное радио иногда работает лучше, чем мобильная связь То есть, я вас правильно понимаю? Вы ничего не собираетесь сделать? Я уже все сделал Виновный сидит за решеткой А если вам досаждают какие-то назойливые поклонники, то извините меня Разбирайтесь с этим сами И помните, что на суде вы опознали Сергея Бойко А за лжесвидетельство у нас тоже предусмотрено наказание Так что, пожалуйста, будьте осторожны с заявлениями Хорошо Хорошо Привет, где девочки? На бьет убежали Ну что? Он мне не поверил Решил, что это чья-то шутка Угу Слушай, Лен, а ты даже на чуть-чуть не думаешь, что он может быть прав? Окей, я поняла, ты тоже мне не веришь Стой, 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 Лен, я верю, верю Просто, ну, мало ли придурков на свете Может, тебя кто-то решил напугать У него это отлично получается Здравствуйте Здравствуйте Вы присаживайтесь Стой, стой, стой Давай так Ты иди домой На улице светло, в квартире безопасно Заприсаны все замки, а я потом после работы забегу, хорошо? Хорошо Ну что, как будем стричь? Под ноль? Да, под ноль Под ноль, прекрасно Здесь кто-то есть? Здесь кто-то есть Смирно Спасибо Хорошо Вот, спасибо 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 Ну вот, все Знаешь ты какие-то секретики, Лена Ну какие секреты? Ножницы и расчёска Не скромничай. Пожалуйста, и запишите на завтра мою дочку к Леночке. Простите, но у Лены вся неделя занята. Я могу вам предложить другого мастера. Лиза. А на следующей, что там у Леночки, свободно? А на следующей, на следующей. Второго числа могу. На одиннадцать утра. Подойдет? Да, все, записываю. Приходите. Спасибо вам большое. До свидания. Так что ж там у тебя за секретики такие, Леночка? Может, поделишься? А вот я все равно не могу понять. Ты у нас вся такая талантливая, да? А что ты с собой поделать-то ничего не можешь, Лена? Я не понимаю, о чем ты. Да ладно. Все ты понимаешь. Ну или когда с клиентами работаешь, в зеркало на себя абсолютно не смотришь. Уж явно реже, чем ты, Лиза. Ну что я могу поделать? Если на это лицо таки хочется смотреть. Лизка, ты берешь все мировые рекорды по самовлюбленности. Угу. Да шучу я. Ну, что ни говори, а клиенту всегда приятнее, когда им занимается красивая женщина. Особенно мужчина. Кстати, вы же помните вчерашнего моего клиента? Ну, тот, которому я бороду равняла, красавчик-то. Да, да, костюмчик у него еще такой был, не из дешевых. Угу. Так он же меня пригласил на ужин. И девчонки, там было просто все. И мартини, и устрицы. Ну, а потом мы поехали на кофе. Ну, и я же такая, понимаешь, решила не скромничать. И? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Добрый день. Ладно, там дальше неприлично. В общем, он меня точно никогда не забудет. У вас покраска, правильно? Да. Какой оттенок? Теплый хочу. Я поняла. Так. Давайте я вас немного подровняю. Давайте. Дай секундочку. Ленок. Ага. Давай после работы посидим? Да, ну. У тебя? Нет. Давай посидим в ресторане. В центре там так вкусно готовят. Майя, ты же знаешь, что я домашняя. Что? А я не умею так вкусно готовить. Майя. Ничего не знаю. Я уже забронировала стол. На. Лизар, это наш столик? Нет. Вот наш столик. Это что, двойное свидание? Нет, это скорее дружеские посиделки. Мы так не договаривались. Лена. Лена, подожди. Лена. Послушай, нельзя видеть во всех мужчинах насильников. Это отличные ребята. Это мои друзья. Тебя эта встреча совершенно ни к чему не обязывает. Посидим, пообщаемся, выпьем вина и поедем домой. Пожалуйста, Лена. Лена, 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 Лена. Я тебя убью. Завтра. А сейчас идем расслабляемся. Это наш основной зал. Клиентов немного, зато постоянное. Пришлите детальный отчет за последние три месяца и личные дела сотрудников. Да, конечно. Я сегодня же вышлю вам все на почту. Все наши мастера, это стилисты... Когда я могу познакомиться? С мастерами лично? Да, лично. А, можем прямо завтра, перед началом рабочего дня? Отлично. Тогда вызовите их на час раньше. Хорошо. И оказывается, что моя преподавательница просто перепутала комнаты в общежитии. Шестую и мою девятую. А в шестой тогда жил наш физрук. И у них, видимо, тогда начинались взаимоотношения. И что там? Вечу, вину. Она просто ушла? Нет, не просто ушла. Она сказала, Владислав. Я надеюсь, это недоразумение останется между нами. И, кстати, зачет можете не сдавать. Браво. Эх, на строге я прямо. Слушайте, а почему бы нам сейчас не взять бутылочку вина и не поехать на набережную? Прямо как в студенческие времена? А? Давайте. Простите, я поеду. Лен, ты чего? Мне правда пора. Слушай, да на час туда назад. Ребята, я вызываю такси. Лен, мне нужно такси. Я тебя подвезу. А, хорошо. Хорошей ночи вам. Спокойной ночи. Лена Ивановна, счастливо. Пока. Ну что, попросим сейчас? Посчитайте, пожалуйста. Спасибо за чудесный вечер. Я давно так не смеялась. Лена Ивановна, давай как-нибудь поужинаем вдвоем. У меня еще много смешных историй. Лена Ивановна, я с удовольствием их послушаю. Здорово. Ну тогда я позвоню. Угу. Пока. Открой, пожалуйста. Открой дверь. Открой машину. Открой машину. Не надо меня трогать. Выпусти! Открой машину! Успокойся! Если ее дергать, то срабатывает блокировка. Все. Дверь открыта. Прости. Извини меня, пожалуйста. Да все нормально. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Лена, ты меня забрала. Алло. Лена. Да, мой привет. Ну как? Я все испортила. В смысле? Влад с тобой? Нет, конечно, он уехал. Там просто такая ситуация. В машине заклинили замки. И кажется, он подумал, что я невростенечка. Фух. С тобой все нормально? Да, нормально. Лен. Точно? Нет, не нормально. Я очень давно об этом не вспоминала. И теперь все снова перед глазами. Слушай, если хочешь, я приеду. Не, не надо. Все хорошо. Я уже успокоилась. Правда, пока. Давай, держись. Форточка. Это просто форточка. Яросла вам на почту. Все, что вы просили. Привет, дорогая. Здрасте. Привет. Здравствуйте. Прошу. Прошу. Ну что, все в сборе. Можем начинать. Девочки, знакомьтесь. Это Андрей Владимирович. Новый владелец нашего салона. Лиза, уверена, вы не пожалеете, что выбрали именно наш салон. Звучит как рекламный слоган. Майя, очень приятно. Очень приятно, Майя. Лена. Лена, а вы случайно не приболели? Нет, почему? Не, ну вы просто так основательно одеты, хотя на улице достаточно жарко. Я всегда так одеваюсь. Ясно. А не могли бы вы завтра одеться так, чтобы соответствовать погоде? Простите, конечно, но я думаю, что это мне решать. Ну, конечно, вам, Лен. Если это не касается места вашей работы, а так хоть в купальнике. Простите. Хорошо, я объясню. Я купил этот салон за немалые деньги, зная, что очень рискую. Конкуренция как-никак большая. И чтобы стать элитным салоном, а не обычной районной парикмахерской, нам нужно показать свое лицо. Красивое, стильное, дорогое, ухоженное лицо. А я говорила. Поэтому в следующий раз, Леночка... Зачем ждать следующего раза? Пожалуйста. Так лучше? А вы не будете против, если вам немного освежат... Прическу и макияж? Да, спасибо, Лиза. Вы что, не одеваетесь? Если вы тут решили устроить конкурс красоты, то это без меня. Лен, Лен, да куда? У тебя сегодня еще пять человек. Пусть наш новый владелец их стрижет. Лен, подождите секундочку. Давайте представим, что я клиент, который первый раз пришел в салон. Захожу, смотрю и понимаю, что мастер, которому плевать, как он выглядит, не сможет и мне ничего сделать. Если остальные мастера заняты, я просто... Я просто развернусь и уйду. Но у Лены запись на неделю вперед. Извините. Галя, цитирую ваши слова. Клиентов немного, зато постоянное. А мне нужно много клиентов. И записи, чтобы не на неделю, а на месяц вперед. Хорошо. Если вы думаете, что стрелки на моих глазах увеличат количество клиентов, пожалуйста, освежите мне макияж. Андрей Владимирович, а я бы с удовольствием поработала над внешностью нашей Леночки. Ну, если ты, конечно, не будешь. Крюш, я не брать, все более ты это сделаешь с большой любовью. Только можно меня не поворачивать в зеркало? Я не хочу смотреть на этот цирк. Отлично. Тогда не будешь мешать в моей работе. Вот и прекрасно. Работаем. Все. Ну, это максимум, что мне удалось вышить. Ну, что, вы довольны? Теперь лицо салона может идти работать? Да, это совсем другое дело. Идите. Спасибо. В Кэти очень вкусные десерты, но такие дикие очереди, капец. Спасибо, дорогая. Так. Ленка, я выброшу все твои резинки. Ты посмотри, какая ты красотка. Молочка, тебе нравится? 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 Что вы? Что вы со мной сделали? Красотуля сделала. Как вы узнали? Что узнали? Только подумай, не угодили. Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы сделали? Ты чего? Это вы чего? Устроили тут реальти-шоу с преображениями. Вам нравится, да? Ну, конечно, вам нравится. Главное, чтобы вам нравилось, да? А на то, что я чувствую, вам наплевать. Пойдите, вы все за своим салоном. Я увольняюсь. Психопатка, Лиза, помолчи. Ну, а я всегда повзоревала, что с ней что-то не так. И что? Ты уже начала искать другую работу? Нет, ну, не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Я помню, как ты к нам в первый раз в салон пришла. Вся такая зажатая, вообще ни с кем не общалась. Или да, или нет. Сколько я к тебе пробивалась? Полгода. Извини, новый коллектив. Мне тяжело сходиться с людьми. Правильно. Зачем тебе еще раз через это все проходить? У нас уже все свои. Мы как одна семья. Даже эта Лизка со своими тараканами. Ну что? Мы тоже, тоже родная. Только Андрей Владимирович наш. Не знаю, чего от него ожидать. Да, Андрей Владимирович согласен. Методы у него, мягко сказать, неправильные. Но вещи, он говорит, конструктивные. Я, вот, например, верю в него, что он поднимет наш салон. Окей, только без меня. Лен, ну он же, наверное, не хотел тебя зацепить. Он же не знает историю твою. А так очень что знает. Как будто пальцем в самую рану залез. Когда, когда со мной это случилось, я выглядела так же, как сегодня. Те же стрелки, та же прическа. Даже цвет помады тот же. Как так могло получиться? Как так могло получиться? Никто же не знает, что я здесь. Я все изменила. Я город изменила. Я фамилию изменила. Даже дату рождения изменила. Я бегу, 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 бегу. От этого уже третий год. И все равно не получается убежать. Лен. Здесь тебе не от кого убегать. Это просто совпадение. Такое бывает. Так, послушай меня. Если этот Андрей Владимирович тебя хоть пальцем тронет, ему знаешь, что сделаю с этим пальцем? Я ему этот палец сломаю. Отличная идея. У Лизы будет повод его пожалеть. Вот. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Андрей. Андрей Владимирович. Вы что-то хотели? Я знаю, что вы решили остаться у нас работать. Спасибо. Отличное. Я осталась не из-за вас. Я на машине вас подвезти. Спасибо. Я на метро. Ладно. Хорошего вечера. С вами. О, привет, красотка. Какой мышонок. Слушай, у нас тут мальчишника. Оставайся с нами. Не трогайте меня, пожалуйста. Да ладно тебе. Ну что, нам бухло купили? Да, о, все норм. Давай. Возьмите сумку, телефон. Берите руки от меня. Берите от меня руки. Да ладно тебе. Не трогайте меня. Пока. Мужик. Да что вы, пожалуйста. Иди сюда. Почему я попадаю в такие ситуации? Я же не ношу вызывающие одежды. Я не крашусь. Я не пытаюсь быть привлекательной. Но все равно со мной это всегда происходит. А что? Что-то подобное уже было? Лен, ну конечно вы не виноваты. Но у вас есть страхи. И они это чувствуют. Вы когда-нибудь проходили возле собаки, которого боитесь? Да, конечно. Она начинает рычать. Ну так же эти ребята начинают рычать, потому что чувствуют, что рядом жертва. Значит, я жертва. И поэтому ко мне липнет всякая мразь? Я понимаю, это немного жестко, но это правда. Да, это вообще ваш почерк. Жестко, но правдиво. И что вы мне предлагаете сделать? Уйти в монастырь или может застрелиться? Работать над собой. Постепенно, шаг за шагом, развивать в себе уверенность, чтобы в нужный момент дать отпор. Конечно, не очень быстро и не очень легко, но вам это нужно. Да, прости, я забыла, что вам лучше. Известно, что мне нужно. Хорошо, я не лезу в ваши дела больше. Но если это снова произойдет и рядом никого не окажется, то это может плохо закончиться. Только не говорите, что мы будем боксировать. Будем развивать уверенность в своих силах. Ну и... Немного боксировать. Хорошо, покажи правый. Левый. А теперь боковой. А? В жмите. Стойку. Здесь руки. Держат. Все, поехали. Левый. 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 Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Ну, круто, а! Давай еще чуть-чуть. Ничего, все в порядке. Лицам виноваты. Можно сказать, что ты довольно-таки профессиональный мазел. Прости. Ничего страшного. Давай. Сегодня была отличная тренировка с пати. Ну, конечно. Ты можешь собой гордиться. Ну, про это. Прости меня, пожалуйста, еще раз. Да ладно, все хорошо. Жевать, кажется, смогу. Ты знаешь, я так проголодалась, мне кажется, я слона могу съесть. Вот доберусь дома до холодильника и... Слона не обещаю, но будет вкусно. Это было очень сытно и очень вкусно. Да, я вижу. Я правда больше не могу. Как это? Это же шестой раунд, только половина. Точно. И я должна тебя поблагодарить за то, что ты со мной занимаешься. Спасибо тебе большое. Для меня тоже интересный опыт. Я же... Я же никогда не тренировал так. Чуть-чуть с братом занимались. У тебя есть брат? Да. А у тебя? Нет. Я расладная в семье. Ну, то есть, как в семье. Меня бабушка воспитывала. Постоянно мне повторяла. Лена, улыбайся всегда, что у меня случилось, как я. Да, оказалось бы не так-то просто. Бабушка еще жива? Нет. Но зато мне есть фотографии в кошельке. Хочешь, покажу? Ну, конечно. Я, правда, ей здесь всего шесть лет, но я очень-очень люблю этот снимок. Ой, где у меня тут? Так. Можно? Что? Да... Улыбаешься точно, как она. Вот-вот. Вот ты. А ты? Чью фотографию прячешь в кошельке, а? А у меня есть семейные фотографии на слайдах для фильмоскопа. Ого, как интересно. Ну, хочешь, как-то покажу у себя дома. Это приглашение? Да нет, конечно, что-то я... Не, ну... В смысле... Не то, чтобы я... Тебя пригласить не хотел к себе на бокал вина. Правда, что я несу, а? Черт. Да... Видимо, твой удар... Он прошел бесследно. Прости. Он... Он... Скорбинился... Он... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подожди, влюбиться? В кого это он влюбился? Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Привет! Доброе утро! Девочки, напоминаю, завтра в восемь вечера жду вас у себя. Явка обязательно. Андрей Владимирович, мы все с большим удовольствием выпьем за вашу здоровье. Я на это очень надеюсь. Ой. Ну, поняла. Я просто не понимаю, что с этим миром происходит, а? Ты впахиваешь каждое утро перед этим зеркалом. Сил не жали. Эту раз причесала на тебе. Лиза. Так, смотри. Это скромная, но с загадкой. А вот это, в этом, конечно, никакой загадки нет. Ну, почему же? Загадка в том, надела ты белье или нет. Да? Решено, значит, это. А ты что, наденешься, что-то с собой взяла? Взяла. Хорошее настроение. Серьезно? Я даже ресницы накрасила. Ясно. Так. А, пожалуйста, только не надо подбирать мне наряд. Не надо. Вот это. Нет, нет, я ничего не хочу слышать. Вы это не очень красиво чувствуете. Очень будет красиво. Очень будет красиво. Лену. У-у. Комфорт создает не платье, а мужчина, который рядом с тобой. Это ты сейчас о чем? Ну, ладно. Все видели эти ваши непрофессиональные взгляды. Так что давай. Возьми это платье и влюби в себя Андрея еще сильнее. Ну, давай. О, я чуть-чуть до бизнеса. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. С днем рождения вас. Это вам маленький подарочек. Окей. Спасибо. Откройте его, пожалуйста. Интересно. Галстук? Неожиданно. Я вас просто в галстуках никогда не видела. Он вам очень подойдет. Андрей Владимирович. Я говорю, галстук вам очень подойдет. Да, конечно, Лиза, я его как-нибудь обязательно найден. Извини. Андрей Владимирович, я поздравляю вас с Новым годом в вашей жизни. Спасибо, моя. Хорошего вечера. Привет. Привет. Очень милое платье. Очень милое вычиняем. Спасибо. Я так предполагаю, это мне. А, да. Всем рождения. Каба. Каба. Я вижу. В следующий раз, когда пропустишь, мой удар будет не такой. Это шутка. Я просто пошутил. На самом деле, это очень нужный подарок. Да? Да. Давай еще. Он правда упал. Ты совсем ничего не ешь? Я, конечно, понимаю, ты не гамбургер. Я не голову. Спасибо. Никит. Посмотри, на секундочку. Андрюха, ты все-таки приехал. Привет. Ну, как я мог не приехать? С днем рождения тебя. Ой, спасибо. Кстати, разреши бы тебе представить. Не нужно, не нужно. Я в курсе. Шерри Лоэлла, звезда Голливуда. It's a great honor to meet you. Thank you. So, I'm honored to be here. Fabulous apartment. Слышь, детка, мне тут одна птичка напила, что у тебя мужика давно не было. Что, простите? Я говорю, что я скучать тебе не буду. Руки убрал! А ну-ка, иди подыши свежим воздухом. Выведи его, пожалуйста. Ты как? Кажется, я эту дорогую строю. Извини. Это ты извини. Я понятия не имею, кто он такой. Наверное, друг кого-то из знакомых. Ничего страшного. Ну, ты дала ему отпор, конечно. Да, коленки до сих пор дрожат. Ладно, хватит на сегодня впечатлений. Я буду доводить. И я тебя провожу. Ты что, расторвайся с гостями? И не без меня весело? Лен, я очень хочу проводить тебя. Пойдем? И после этой выходки все гости, естественно, разбежались. И что, твой брат чудит так и на каждый твой день рождения? Может, не на каждый, но на парочку точно. Наверное, вы очень близки. Были. Мы поссорились по глупости и долгое время не общались. Никогда не поздно помирить. Его убили. Мне жаль, как это случилось? Неважно. Я надеюсь, того, кто в этом виноват, посадили. Нет, не посадили. Лен, слушай, я... Прости меня, пожалуйста, я влезла не в свое дело. Прости. Да нет, все нормально, я пойду. Просто посильно вымотал этот праздник. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не зажимайся. Акцентирование удара. От бедра вкручиваю. Акцентирование удара вкручиваю. Мне нужно передохнуть. Потом передохнешь. Давай работаем. Я просто хотела дышаться. Ладно, тренировка окончена. Давай, 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 работай! Еще, еще. То есть не попрощался, просто тренировка окончена и все? И все. Я вышла на стоянку, думала, что он там, машины уже не было. Не знаю, может быть, мне просто показалось, что между нами что-то есть. Ну, может, оно и к лучшему. Потому что все эти служебные романы, они ничем хорошим не заканчиваются. Это я тебе из личного опыта хочу сказать. Слушай, я же на этой неделе у себя на даче устраиваю вечеринку. Первый раз об этом слышу. Я тебе просто забыла сказать. Забыл? Да, так что ты приглашена. Ясно. Ты опять мне хочешь с кем-то познакомить? Майя, я не готова. Твои «я не готова» больше не работают. Если ты влюбилась в Андрея, значит, ты можешь еще в кого-то влюбить. Я не влюбилась. Я... Я не просто влюбилась. Я ему доверилась. Я... Я не хочу. Мама. Мама. Игорь, игорь, игорь. Игорь, игорь, игорь. А, да? Лен, нам надо поговорить. Ну, о чем? Я могу приехать. Сегодня? Сейчас. Сейчас? Да. Ну, хорошо, да. Приезжай. Привет. Проходи, разувайся. Привет. Проходи, разувайся. Привет. Кофе. Да, кофе, если можно. Спасибо. Ты... Ты извини меня, что я так поздно. А зачем ты приехал? Затем, чтобы... Блин, как же это все сложно. Ты женат? Что? А, нет-нет-нет, что-то я... А в чем проблема? В том, что я твоя подчиненная? Да нет, Лена, не в этом. Я просто... А в чем? Ты... Серийный убийца. Международный террорист. Может быть, шпион. В чем твоя проблема? Что с тобой не так? Почему ты сперва приближаешь, а потом... Потом отталкиваешь? Да, я... Только не ври, ладно? Не ври, пожалуйста. Я понимаю, это... Это смешно прозвучит, но... Я... Я боюсь. Я знаю, я сам учил тебя бороться со страхами, а... А у самого их... А чего ты боишься? Того, что чувствую. Я... Я не знаю, что делать с этим с тобой, с нами. Я... Я боюсь, что ты этого не поймешь, и я... Я все разрушу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я в холодильнике у тебя там кое-что нашел и... Ну... Решил приготовить блины. Блины? Серьезно? Слишком, да? Нет, нет, нет. Ты что, я очень люблю блины. Да, и... Масленица, вообще, мой любимый праздник. Ну, тогда... Десять минут, и все будет готово. Я только умоюсь. Хорошо. Кажется, горит. Чего там? Чего там? Чего там? Я очень люблю. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Продолжение следует... 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 Может, поужинам сегодня вечером... Отличная идея... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день. Ой, хорошо. Спасибо. Мне очень нравится. Пожалуйста. Сейчас сниму. Подключи. Адрес я тебе сообщением отправлю. Поняла? Спасибо. Я тебя жду. Андрей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Привет. А ты с формой? Я просто решила потренироваться после работы. Могла бы предупредить, я бы тоже взял. Ты меня поймал на горячем. Я иногда тренируюсь сама, чтобы показать лучший результат. Ах, вот как. А я-то думаю, как у тебя получается так быстро все схватывать? Женские хитрости. Но к ужину я успею. Я надеюсь. А сейчас есть минутка? Может, кофе выпьем? Здравствуйте. Я к Лене записана. Эмилирование. Не буду отвлекать. Здравствуйте. Ваше эмилирование? Ваше эмилирование. А где Лена? Не знаю, попросила подменить ее. Майя, а где Лена? Что? Лена куда уехала? Я не знаю, ей кто-то позвонил, она и... Да, я понимаю, но у нас случился форс-мажор. Пожалуйста, еще раз ей извините. Галя, Лена что-то сказала, как дружила? Да чего она не сказала? Сказала, чтобы я всех ее клиенток отменила. Вот что мне теперь с этим делать? Отменяю всех и предложи каждые тридцати процентные скидки на сегодняшний раз. Поняла. Студия Тетерина. Слушаю. Галочка, у меня время на три освободилось. Да, я звонила вам. У нас такой жуткий форс-мажор. Мы можем предложить сегодня на три часа. Тетерина. Тетерина. Алло, привет, зай. Прости, давай на девять. Мне нужно встретиться с подругой. Да. Да подруга с работы. На час туда-обратно и сразу к тебе. Ага. Все, давай, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А утром я просыпаюсь, он на кухне блины жарит. Я выхожу в коридор, натыкаясь на рюкзак. А в этом рюкзаке папка. А в этой папке статьи обо мне. Об изнасиловании, о суде, фотографии из конкурса красоты. У него там целое досье на меня, понимаешь? Ого. Слушай, а ты помнишь, когда ты хотела уйти? Он же ко мне вечером подошел и попросил, чтобы я тебя уговорила остаться. Вот значка. Все равно бред какой-то. Он, получается, переезжает в другой город, находит тебя, выкупает салон. Не знаю. Как-то это сложно все. На чем ему это? Ему же мало было меня изнасировать. Он начал меня преследовать. Видимо, он хотел больше. Он хотел, чтобы я сама заставил мне доверять ему. Он влюбил меня в семя. Заставил захотеть его. Господи! Я занималась сексом с человеком, который меня изнасиловал. Меня сейчас тошнует. Что ты собираешься делать? Перееду в другой город. Ты уже переезжала. Фу. Может, в полицию пойдем? И что? И что я предъявлю? Не надо, спасибо. Я уже ходила. Дальше я сама. Так. Понятно. Кому звонишь? Олегу звоню, скажу, что не буду. Сегодня с тобой останусь. Май, езжай. Да я поеду, тебя оставлю. Правда, правда. Ты же сама сказала, он меня здесь не найдет. Езжай. Нет, Лена, я тебя в таком состоянии не оставлю. Пожалуйста, я хочу побыть одна. Точно? Точно? Да. Ага. Лена. Лена, открой, пожалуйста. Убирайся. Убирайся, я вызываю полицию. Да какая полиция? Я не понимаю, что происходит, Лен? Ну как же ты не понимаешь? Я видела фотографии, я видела вырезки. Полиция, я вас слушаю. Подожди, ты… Что у вас произошло? Ты думаешь, что я насильник? Алло, алло, это полиция. А слушай, Лен, я… Я брат Сергея Бойко. Брат того парня, которого посадили из-за тебя. Мы слушаем вас, что произошло? Алло, вы можете говорить? Алло, вам угрозают опасность? Ты же мне… Ты же мне сам и говорил, что… Что твоего брата убили. Убили. В тюрьме, через год после суда. Почему? Почему его убили? Я не знаю. Наверное, там… С клеймом насильника сложно выжить. Особенно, если сопротивляться. Алло, открой. Я тебя не обижу, обещаю. Да я бы уже давно это сделал. А я тебе зачем? Мне нужна твоя помощь. Лена, открой, пожалуйста. Я тебя прошу. Лена, открой, пожалуйста. Я тебя прошу. Мне очень жаль твоего брата. Это не он меня изнасиловал. Мне важно было это услышать. Тогда почему на суде ты сказала, что это он? Меня запутали. Я ведь лица его не видела. Я не могла быть уверена, он это сделал или не он. А следователь предоставил все улики против Сергея. Это было очень правдоподобно. А потом мне позвонил этот… Этот ублюдок и… Я сразу побежала в полицию. Рассказала о звонке и мне никто не поверил. Я знаю, что я должна была бороться. Я знаю, что должно было что-то сделать. Ну, я была одна, мне было очень страшно. Я… Я просто сбежала. Да, я просто сбежала. Зачем ты меня нашел? Зачем выкупил салон? Зачем? Я хотел выяснить, как это все произошло. А просто спросить. Как спросить? Я не верила, что ты Серега сделал с тобой. Но ты его опознала, подписала бумаги. Зачем тебе-то надо было? Я… Может, ты кого-то прикрывала? Я… Я не знаю. Может, вообще никакого изнасилования не было? Я не знал, зачем ты его засадила. Мне нужно было как-то… Как-то разговорить с тебя. Сделать так, чтобы ты начала мне доверять. Доверять? Ты вообще помнишь нашу первую встречу? Я тогда просто сорвался. Я когда тебя увидел, я… Я был сам не свой. Потом я понял, что… Ты сама до смерти напугана. Ой, только вот, пожалуйста, давай без жалости, ладно? Да ладно. Мне очень… Мне очень жаль, что все так сложилось с твоим братом. И… Я виновата. Прости меня. Ты добился чего, Хатя? Узнал все, что планировал. Теперь уходи. Мне нужна зацепка. Зацепка? Я не знаю. Хоть что-нибудь, что поможет выйти на этого ублюдка. Во всех криминальных базах мой брат числится как насильник. Все. Друзья, знакомые, близкие. Все считают, что это он сделал. Я должен это исправить. Андрей, а чем я тебе могу помочь? Ты думаешь, я не хочу поймать этого ублюдка? Ты думаешь, я не хочу просто перестать бояться? Вернуться домой, вернуть свою фамилию? Я понятия не имею, как это сделать. Если я его найду, ты дашь показания всюня? Если ты его найдешь, я сделаю все, чтобы он сел. Хорошо. Прости, что ты об этом так узнала. Я… хотел тебе сказать еще вчера, когда приезжал. хотел тебе сказать еще вчера, когда приезжал. Правда? Нужно было это сделать сразу после секса. Не вылезая из постели. Такой был план. Черт, Лен, ты… Ты правда думаешь, что это все так легко, да? Я целый год винил тебя в смерти своего брата. Я думал, представлял, как… как тебя увижу, как заставлю во всем признаться, что именно ты его подставил. Ну, я не думал, что… Это глубоко зависело во мне. Это не входило в мои планы. Верочка, какая же ты мне сейчас нужна? Верочка, какая же ты обрадовалась? Верона. Верона. Ленка, Ленка, ты что ли? Господи, Ленка, Верочка, привет. Лен, ты где пропала? С тобой все хорошо? Ты здесь счастлива? Нет, Верочка, я в другом городе. Я так соскучилась. Да ладно. И что, и вы после этого решили жить вместе? Да, Вера, тебе, конечно, повезло. Верка, как бы я сейчас хотела оказаться у тебя на кухне, открыть бутылочку вина? Так приезжай. Прямо сегодня бери билет и приезжай. Лен, Лен, ну, пожалуйста, Ленок. Может быть, я приеду? Ладно, я не буду тебя отбегать от стирки чужих носков. Очень смешно. Ты давай, не пропадай. Пока. Я тебя еще наберу. Наберет она. Ты приезжай давай, пропад. Сашка Спирдов, привет. Ну, привет, малышка. Ты еще там? Поговори со мной. Почему ты молчишь? Ну, говори же, малышка. Ну? Откуда у тебя телефон, Саша, Смирновый? Это сувенир. На память. Где Саша? Зачем мы говорим о ней? Не она, ни другие девочки не сравнятся с тобой. Я пробовал их на вкус. Но это все не то. Поэтому я быстро с ними покончил. В каком смысле? Саша жива? Да не важно. Важно только то, что у нас годовщик, который ты не должна пропустить. Чтобы мне не пришлось опять довольствоваться другими девочками. Я тебе не понимаю, какая годовщина? Да я о том дне, когда сорвал с твоей шеи гулончик. Кстати, я сейчас его держу в руках. Вспоминаю твою нежную кожу. Вспоминаю твою нежная кожу. Это... 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 Лена? Кто звонил? Так ты... ты не переживай, я сейчас приеду. Так... Сейчас... Извините. Алло. Привет, Вера. Ты не сильно занята сегодня? А ты чё, приехала? Еду ненадолго, пару дней. Вера, пожалуйста, тише, никому не говори, хорошо? Хорошо? А когда ты будешь? Через пару часов. Я позвоню, как приеду. Всё? Я жду. Так, давайте быстренько, быстренько продолжим. Лена? Вот, держи. Спасибо. Что он ещё говорил? Я же уже пять раз тебе рассказывала. Ну, я не знаю, может, ты что-то забыла, упустила? Ммм... Никогда вообще не говорила. О том, что скучает. Кстати... Он говорил, что держит в руках мой кулончик. Какой кулончик? Тот, который подбросили Серёге? Да. Ну, тебе должны были его отдать сразу после суда. Ну, после суда мне было не до кулончика, и потом вряд ли бы я его носила. Но если ты его не забрала, он должен был быть в хранилище улик. Должен. Но он у этого псих. Ленка! Боже, какая ты! Смотри, какой красивый! Это твой парень? Нет, это просто друг. Андрей. Вера. Очень приятно. Вера, нам очень нужна твоя помощь. Ну, конечно. Сначала была Настя Егоркина. Во второй школе училась. Нет, не знаю. Ну, в общем, её нашли на следующий день после Дня города. Два года назад. На дереве повесилась. Правда, у неё серёжки пропали и телефон. Ну, в газете так писали, по крайней мере. И что, закрыли как самоубийство? Да. Ну, мама её, конечно, слабо в это верит. А потом Сашка наша Смирнова. Год назад. Тоже День города. До сих пор не могу в это поверить. Все в шоке были. И вот же опять День города. Все боятся отмечать. Вера, а смерть этой Саши тоже специально на самоубийство? Нет. Это её парень. Да ладно, Даня. Да. И что, вы посадили? Да. Соседи слышали, как они поссорились накануне сильно очень. То ли он её приревновал, то ли ещё что-то. Убить грозился. Ну, как ты сверишь, что не такой грозишься сделать? Ну, не знаю. Говорят, что это точно он. Он её сначала изнасиловал, а потом задушил. Ещё и кольцо снял, которое же сам ей подарил. Причём, когда скотина снимал, палец ей сломал. Да, вот так вроде знаешь всю жизнь человека, а потом... Ужас, короче. Лена. Привет. Привет. Здрасьте. Ты вернулась? Как видишь? Это так неожиданно. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ну, я тогда пойду. Счастливо. До встречи. Старый знакомый? Местный репортер. Тот ещё про Ныра. Так странно. Я не была здесь почти три года. Леночка. Сто лет тебя не видела. Здрасьте, Тамара Марковна. Что это у вас? Это я на репетицию бегу. Будете выступать на дне города? Да. Приходите, послушайте. Обязательно. До свидания. До свидания. Я думаю, надо съездить к родителям девушек. Может, они ещё кое-что расскажут. Я узнаю адреса и завтра съездим. Слушай, я у тебя очень мило. Слушай, я у тебя очень мило. Лен, всё в порядке? Лена. 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 Лена, остановись. Лена. Остановись. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Всё хорошо. Слышишь? Вот. Молодец. Всё хорошо. Вот. Успокойся. Я здесь. Тебе больше нечего бояться. Что это за розы? Это он их оставил. Он был у меня дома и оставил эти розы. Тогда ты меня и накрыл. Я выбежала из квартиры и уехала из этого города. Вот я захожу в квартиру, смотрю на эти десять роз. И мне кажется, что он, что он вот тут вот стоит и дышит в моем затылке. Я до сих пор не знаю, он там был или мне это просто показалось. Андрей, прости, я, наверное, не смогу. Послушай, Лена. Тогда ты нашла в себе силы, чтобы оставить всё и уехать. Но сейчас ты стала намного сильнее. Ты вернулась, а ты не уедешь обратно. Я уеду. Нет, ты не уедешь, потому что он здесь. Он здесь ходит по твоим родным улицам. Никем не наказан и продолжает насиловать и убивать. А вместо него садят невиновных парней. Я-то отлично понимаю. Ну, какой у нас план? Мы пойдём в полицию и соберём все улики. А если нам не поверят? Мы сами его найдём. Лена, ты как? Все в порядке? Я не могу спать в этой комнате. Ну, давай я здесь посплю, а ты ложись в гостиной. Хорошо. Спокойной ночи. КОНЕЦ Доброе утро. Доброе. А где у тебя кофе? Я не уверена, что его можно пить и ему три года. Это же кофе, что ему будет? Как спалусь? Крепко, сама не поняла, где я. Мне прислали адреса. Мы можем сперва поехать к маме Егоркину, а потом к родителям Сашки. Отлично. Кофе будешь? Нет, спасибо. Что вам надо? Здравствуйте. Меня зовут Лена, это Андрей. Мы бы хотели поговорить о вашей дочери, о том, что случилось. Я больше об этом говорить не хочу. Подождите, пожалуйста. Мы думаем, что вашу дочь убили. А вы вообще кто такие? Дело в том, что мы... Я тоже пострадала. И скорее всего от того, кто убил вашу дочь. Ладно, поехали дальше. Вы правда хотите его найти? Хотим. У меня ничего не получилось доказать полиции. У вас тоже вряд ли выйдет. Значит, у вас были доказательства? Когда я им принесла все, что у меня было, они только посмеялись. А что вы им принесли? Я принесла письмо и про Розу рассказала. Их кто-то прислал Насте в день смерти. Десять штук, и она не знала от кого. А письмо, что вы говорили про письмо? Письмо я нашла уже потом. Через неделю. Там... Там были буквы из журналов вырезанных, как в фильмах. А она у вас? Нет, я... Не знала, что еще понадобится. Мне тоже приходило такое же письмо с вырезанными буквами. Это уже что-то. Оно у тебя? Нет. Я тогда подумала, что это просто чья-то шутка и выбросила его. А что там было написано? Я не помню. Что-то вроде... Ты будешь моей малышкой. Он меня называет малышкой, когда звонит. А Розы, наверное, такие же, как были у тебя на кровати. А что ты здесь делаешь? Привет, Дэнь. Лен. А что ты здесь делаешь? Привет. Я Андрей, друг Лены. Ну, и чего вы здесь? Дэнь, что случилось? Тебе наверняка уже рассказали, раз ты пришла. Рассказали, но это же не правда. Ну, а ты как думаешь? Я так ее любил. Я каждый день представляю, что когда я выйду отсюда и... и найду этого урода. Он изнасиловал ее. Мою Сашку. А потом задушил. Значит, не смог оправдаться. Оправдаться. Они мне кольцо подбросили, которое этот урод снял у него с пальца. У меня не было алиби. Мы перед этим очень сильно поругались, орали друг на друга так, что соседи слышали ее. А чего поругались? Да я приревновала ее. Просто она выставила в соцсети фотографии с букетом. Я спрашиваю, от кого букет? Она говорит, не знаю. Ну, как это не знаю? Ну, я ей завелся. Даня, это были розы? Да не помню я. Может, розы, может... Дань, сколько их было? Ты серьезно? Да откуда я знаю букет? Зайди к ней в соцсети на страничку, если ее еще не удалили. Там должна быть фотография. Спасибо, Дань. Да не за что. А что с лицом? Неважно. Посадили пацана ни за что. На пятнадцать лет посадили. То есть вы уверены, что это не он? Да он мне как сын. Я же его еще вот, вот с таких вот знаю. Захаживал с ромашками. И еще когда сопли жевал. Он же с моей Сашкой еще в садике вместе дружили. А потом в школе за одной партой сидели. А вы думали, кто это мог быть? Ой. О ком я только не думал. Не знаю. Не знаю, кто мог такое совершить с моей дочуркой. Но это точно тот, кто ей письмо написал. Какое письмо? С вырезанными буквами и журналом? Угу. А вы откуда знаете? Оно у вас. Можете нам его дать? Да. Но я ж полицию носил, а они сказали шутка какая-то. Даже не стали деву прикреплять. Я... Я сейчас принесу. Сейчас. Вы только... Даньке, помогите. Он же пропадет там беднее. Мы его вытащим. Хорошо. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А деревья я слушаю. Здесь пришли по делу Смирновы. В смысле? Что, кто-то хочет опять открыть это дело? Ну да. Говорят, у них новые улики. Какие улики? Ну я не знаю, вот заявление написали. Я понял. Так что, кому заявление передать? Я сам этим займусь. Не понял, сам? Да сам займусь. Ведите ко мне. Слушаюсь. Пройдемте со мной. Я вас проведу. Наконец-то. Ну вы же понимаете, что этого мало. Чтобы возобновить дело и привязать к нему еще два других. Вы это серьезно? Письма и розы – это почерк серийного убийцы. Молодой человек. Андрей Владимирович, мы с вами познакомимся. Андрей Владимирович, я думаю, что вам не стоит учить меня, как мне работать. Из трех жертв. У одной – письмо. У другой – букет роз. Третья сидит передо мной живая. Заметьте, не три письма. Не три букета роз. Простите, мой цинизм – не три трупа. А родственники жертв засвидетельствуют, что каждая из девушек накануне получила письмо и розы. И? Какое количество роз в букете? Никто не подтвердит. Потому что розы сгнили. А письмо осталось одно – фотографий других писем у нас нет. Хорошо. Номер Саши Смирновой. Мы попытаемся его пробить. Но телефон-то был утерян. Этой сим-картой мог воспользоваться кто угодно. Извините, но это тоже не улики. Да, я все понимаю. Город маленький, все друг друга знают, происходят странные дела. И вам охота успокоить толпу. Не дать повод для паники. И как можно скорее закрыть дело. Конечно, я все понимаю. Андрей Владимирович. А вы сейчас на что намекаете? Вы что, хотите сказать, что я засадил в тюрьму ни в чем не повинного парня? Бедную овечку? Да. И ни одного. Да я тридцать лет жизни отдал этой работе. И очищал этот город от всяких уродов. Которые здесь обитают. И очищают до сих пор. Этот Данила, он сначала жестоко изнасиловал девушку. А потом тушил ее пятнадцать минут белевой веревкой. И смотрел, как у нее сосуды глазные лопаются. Я не позволю каким-то заезжим снобом в моем кабинете говорить мне, что я сольваю дела. Ладно, мы вас будем. Спасибо. Пойдем. Если будут какие-то факты, а не предположения, приходите. Простите, пожалуйста, а я могу забрать кулончик, который с меня сорвали после изнасилования? Он, кажется, у вас? А мы разве вам его не вернули? Нет. Ну да, возможно. В течение пяти рабочих дней мы вам его постараемся вернуть. Вы знаете, я бы хотела забрать его сегодня. Это невозможно. Хранилище улик закрыто на профилактику. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что теперь? Теперь я приготовлю ужин, и мы поедим. Прекрасно. Как это нам поможет? Я найму хорошего адвоката для Дани. Мы подадим апелляцию, начнем пересматривать дело. Там уже повторно его откроем. Сколько времени это займет? Месяц, год. Андрей, послезавтра день города. Он либо найдет меня, либо убьет другого. Он тебя не найдет. Завтра мы его уедем, а вернемся уже с адвокатом. Прекрасно. Пускай других убивает. А если я его выманю? Я буду приманкой. Что? Какая приманка? Ты что, с ума сошла? Мы не будем так рисковать. Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Не надо. Я тебе говорила, мы друг друга никто. Окей, я понял. Я тебе никто. Но ты мне очень важна. Так что никаких приманок. Он ничего мне не сделает. Ты мне сам говорил, я теперь сильно не смогу с ним справиться. Тем более, есть ты. Обещай, что будешь очень осторожна. Я буду очень осторожна. Обещаю. Тогда нужно сделать так, чтобы все вроде узнали, что ты вернулась. Здравствуйте, дорогие телезрители. Прямо сейчас рядом со мной прекрасная Елена Санина. Все мы помним ее как обладательницу титула. Она с счастливой. Ровно три года назад. Но буквально через неделю кое-что произошло. Лена, расскажи нам. Я возвращалась домой после празднования Дня города. Меня изнасиловали. Лично я, когда узнал эту ужасную новость, долго не мог прийти в себя. Да. В нашем маленьком счастливом городке, где каждого, каждого, такое событие не остается без внимания. Но главное, что насильника очень быстро нашли, и он не успел навредить другим девушкам. Друзья, которые хорошо его знали, просто не сумели поверить, что этот милый, скромный парень на такое способен. Этот милый, скромный насильник разрушил все, чем я дорожила. Лен, как ты справилась со всем этим? Для начала я переехала, потому что я не смогла находиться в городе, где все напоминает о той ночи. И мне понадобилось почти три года, чтобы перестать бояться и вернуться домой. И теперь все это в прошлом. То есть ты хочешь сказать, что так легко и просто ты сумела выбросить из своей жизни эту ситуацию? Да. Как испорчены продукты с холодильника. И сейчас я уверена, что никто не сможет ворваться в мою жизнь и сломать ее. Снятно. Прямо он даже не верится, что все так можно легко забыть. И он нанес тебе большую психологическую травму. Конечно, нанес, но столько времени прошло. Слушай, давай, может, я тебя до дома подвезу. Заодно и пообщаемся немного. Почему бы и нет? Поехали. Пойдем в мою машину там. Саныч, возьми и материал в студии забрось. Давай. Черт, что ты делаешь? Как скоро выйдет интервью? Угу. А сегодня в дневных новостях. Так скоро? Это почти не изменилось. Это только так кажется. Кстати, завтра день города. Ты на площадь собираешься? Ну, конечно, как я могу такое пропустить? Ну, просто тебя в этот день нет. Сиди же мне, вы заперти всю жизнь в этот день. Да, три года. Три года. Три года. Давайте, давайте быстрее, друзья, переходим, переходим. Михаил Иванович, давайте быстрее. Что же вы тянетесь? Черт! Лена, Лена, где мне теперь тебя искать? С тобой все хорошо? Да, просто горло немножко пересохло. А там в бардачке вода возьми. Угу. Лена, а я хотел с тобой поговорить. О чем? О той ночи, в день города. Я уже все сказала на интервью. Все, что нужно знать твоим зрителям. Если это не для интервью, если это для меня. Зачем тебе это? Представь на секунду, что я не тот Стас, которого ты думаешь, ты знаешь. А кто же ты? Ты знаешь, о чем останавливаешь? Я хочу тебе кое-что показать. Вот. Что это? Лена, представь, что я не какой-то местечковый репортер из провинциального канала. Я писатель. Что, прости? Это моя книга. Ну, пока еще не книга, только наброски. Это биографическое исследование из жизни женщин, которые пережили сексуальное насилие. Я очень хотел бы, чтобы твоя история была как основа этой книги. Книга, да? Ну, да. Я, конечно, не очень похож на писателя. Для этого мне надо бороду отпустить и пить абсенс в драду ночи. Я шучу так. Лена, ну правда, я верю, что я смогу написать что-то серьезное. По-моему, это прекрасная идея, Стас. Я правда так думаю. Правда? Ты так считаешь? Я хочу, чтобы ты, как свидетель, рассказал мне свою историю во всех подробностях. А я дождественно перенес ее на бумагу. Я правда считаю, что ты большой молодец. Но давай ты напишешь эту книгу как-нибудь без меня. Правда, не отказывайся. Подумай. Дальше я сама. Давай я хотя бы довезу тебя. А что это был за чек в бардачке на покупку роз? Чек? А это я хотел сделать своей девушке сегодня предложение. Заказал 49 роз. Надеюсь, она не откажет. И откажет. Две женщины в один день отказать не могут. Счастливо. Лена, ты что творишь? Мы договаривались оставаться на виду. Я же не знала, что он меня пригласит. Ты села к нему в машину. А если бы он оказался насильником? Если бы я не села, мы бы не узнали, насильник он или нет. Он не насильник. Это я уже понял. Интервью выйдет сегодня в дневных новостях. Отлично. Слушай, я понимаю, что я поступила рисковым. Да, не то слово. Можно было сказать ему, что ты спешишь. Договориться о встрече через час мы бы хотели бы... Да-да-да, я понимаю, ты прав. Извини. Но все же обошлось. Ладно, проехали. Вряд ли он сегодня нападет. Скорее всего, это случится на дне города. Тогда предлагаю немного отвлечься. Давай я тебе покажу местные достопримечательности. Окей, поехали. Значит, это и есть главная достопримечательность вашего города? Да-да, наш бар-маяк. И поверен куда популярнее местных музеев и памятников. Сюда ходят все. И за три года здесь ничего не изменилось. Но если сюда ходят все, то может... Мы зря сюда пришли вместе, а вдруг он тоже здесь? И что? Да его может спугнуть, что ты в городе не одна с мужчиной. Но тогда я тоже была не одна. И если он знал, где я живу, он знал, с кем я живу. И его это не смутило. А с кем ты тогда жила? За своим парнем. Ах, да, я... Я, кажется, видел ваши фотографии. Очень мило, кстати. Значит, у вас было все серьезно? Ну, мы были вместе четыре года, мне так казалось. Все-таки не маленький срок. Да, не маленький. А почему разбежались? Что, десерта захотелось? Пойду-ка я возьму меню. Дайте, пожалуйста, меню. Конечно. Вот. Давно вас не было видно? Думала, что применяли наш бар на какой-то другой? А, что-то против того. Кстати, вы очень правильные вещи сказали. Рад, что у вас теперь все хорошо. Извините. В интервью. Вот, вырвался на полчасика новости посмотреть. Я их не пропускаю. А там вы. Ясно. Не помните меня? Нет. Вы приходили после суда очень расстроены. Выпили парочку моих коктейлей. А, точно. Простите, я просто была не в себе. Я вас помню, не узнал. Бывает. Ну, я пойду. Хорошего вечера. Может, все-таки расскажешь о своем бывшем? И за второе меню сходить? Ладно. О, смотри-ка! Они начали готовить пиццу, и даже доставка на дом есть. Столица. Сейчас я кое-что в багажнике возьму. Подождешь? Угу. Ага. Привет, братан. 75 копочек не будет у тебя, а? Прости, братан. Ты что, на такой крутой тачке нет мелочи? Ты что хотел? Слышь, братан, а ты не боишься, если я твою тачку поцарапаю, а? Или колеса порежу? Слышь, вали отсюда по-хорошему. Ты чего рассвистелся? Лена! Черт! Ты чего? Прости, пожалуйста, не трогай, руками сейчас пройдет. Блин. Прости, пожалуйста. Странно как-то получилось. Да уж. Это, наверное, мне, да? Угу. Ты ж подсолнухи еще не разлюбила. Нет, не разлюбила, спасибо. А... Давай зайдем, я тебе глаза промою. Лен! Телефон. Черт, разбила. Опа. Вопрос? Я понял, понял. Опа. Черт. Так лучше? Да, спасибо. Сделать чаю? Да нет, лучше воды. Стоять! Руки чтоб я видел! Ребята, это какое-то недоразумение. Я сказал руки. Ребят, мне позвонить надо, предупредить. Из участка позвонишь. Телефон. Сюда. Кого выглядываешь? Мужа? Нет, просто знакомых. Я не замужем. А у тебя как жизнь? Да как? Хорошо. Как у каждого второго здесь. Вот машину купил. Поддержанную, правда, но все равно. Теперь таксую. Молодец. Ты женат? Да. На Марине. Угу. Ясно. Ну что ж, я рада, если вы счастливы. Счастливы? Да, вряд ли это можно так назвать. Она... Она видит, что я... к тебе до сих пор скучаю. Ошибся, Элен. Так сильно ошибся. Потому что дурак был. Видел, что... Я чувствовал просто, что ты отдаляешься от меня. Потом еще этот ребенок. В общем... Поступил я как козел. Если б я только мог... Время назад вернуть. Да, Вань, я тоже очень... Хотела раньше уметь возвращать время назад. Так мы можем, Лен. Давай все вернем. Я... Я... Хочу выкинуть тебя из головы. Ну... И когда... Новости эти увидел, узнал, что ты вернулась... Я чуть с ума не сошел. Я не мог поверить, что ты так рядом. Настолько рядом. Лен. Девочка моя. Не надо, Вань. Нет смысла к этому возвращаться. Я... Я... Извини. Ты права. Вы правда думаете, что я трезвый и чистый, напал в подворотне на алкашей? Кто, я что ли? Заткнись уже. Сейчас протокол составим и гуляй. Ладно, дайте мне позвонить. Это очень важно. На, звони уже. Достал своим звонком. Расскажи мне больше о себе. У вас, наверное, есть ребенок? Да. Девочка Соня. Годик исполнился. Малютка совсем. А у тебя есть ее фотографии на телефоне? Покажи. Есть, конечно, парочку думок. Сейчас. Вот. Это со дня рождения свечку пытается задуть. А это... Это она первый раз сама на ножки встала. Очень красивая девочка. Да. Папина радость. Вот здесь подпишите и можете быть свободны. Тут? Да. Э! Забыл. Ну, я пошел. Спасибо тебе. За что? Есть за что. Спасибо. Была рада тебя видеть. Лена! Лена! Ваня, Андрей, Андрей, Ваня. Привет. Привет. Хорошего вечера. И тебе. Что с твоим телефоном? Не знаю. Упал. Теперь не работает. А где ты был так долго? Твой бывший? Да. Бывший. Ты злишься? Да, Лен, злюсь. Проблема в том, что мне все сложнее тебя охранять. Учитывая, как беспечно ты себя ведешь. Беспечно? Это ты вообще-то застрял непонятно где. Да при чем здесь я? Ты его привела в дом, не зная, насильник это или нет. Прости меня, конечно. Но тут я точно уверена, что насиловал меня не он. Ладно, проехали. Другой телефон есть? Не знаю, где это было. Симку переставь. Спасибо, я без тебя не догадалась бы. Вот и отлично. Спокойной ночи. Сладких снов. Доброе утро. Доброе. Может, поедем где-нибудь позавтракаем? Я заказала пиццу у Зимыика. Доброе утро. Хорошо, пойду умойся. Вот и еда. Секундочку, подождите. Доставка для Елены Саниной. Лена, дай полотенце, пожалуйста. Лена! Лена! Черт! Похитили человека Елены Саниной. Предположительно, похититель был на сером микроавтобусе. Нет, номер я не рассмотрел. Что? Ладно, я все. Какое заявление? Так опять эта Санина? Так она помешалась на этом маньяке со своим другом. Да погоди ты со своим заявлением. Они все время ходят ко мне. А рассказывают какие-то сказки о серийном убийце. В смысле, ко мне идет? А, да, вижу. Спасибо. Лену похитили. Так, значит, успокойтесь, садитесь и рассказывайте подробно, как все произошло. Мы в квартире были, я умываться пошел. В дверь позвонили, Лена курьера ждала, она пиццу заказала. Я вышел буквально через пару минут, смотрю, дверь нараспашку, а на полу розы. Опять эти ваши розы, да? Вы что, не понимаете? Сегодня день города, он ее убьет, давайте наконец-то что-то делать. Конечно, конечно. Вы самое главное успокойтесь. Для того, чтобы что-то делать, нужно выяснить все детали. Вы вспомните, пожалуйста, что-то еще было подозрительно. Да, было. Серый микроавтобус. Я когда из подъезда выбежал, он резко рванул с места, но я не думаю, что просто так. А номера вы запомнили? Нет, они были запачканы грязью. Я позвонил на горячую линию, и мой звонок зафиксировали. И заявление я тоже уже написал. Так что у вас не получится это все так просто игнорировать. Давайте наконец-то что-то уже делать, а? Ну, сообщите блокпостам об сером микроавтобусе, я не знаю. Андрей Владимирович, вы мне конечно извините, но я повторюсь. Не стоит учить меня, как мне работать. Уяснил себе? Алло, даю ориентировку. Разыскивается серый микроавтобус. Номера не опознаны. И соберите всех в переговорной, я буду через десять минут. Что он тебе еще говорил? Он говорил, что держит в руках мой кулончик. Я могу забрать кулончик? В течение пяти рабочих дней мы постараемся вам его вернуть. Но если ты его не забрала, он должен был быть в хранилище улик. Я бы хотела забрать его сегодня. Нет, это невозможно. Хранилище улик закрыта на пропилактике. Вот все. Микроавтобус в розыске. Санину будут искать. А вы возвращайтесь к себе и ждите ее дома. Как только что-нибудь будет известно, я обязательно, Слушайте, обязательно вам сообщу. Да, хорошо. Жду от вас новостей. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, я вижу ты вообще с катушкой поехал, да? Я не понимаю, о чем ты. Молодец, я же тебя просил не трогать эту девку. Вау, успокойся, все нормально. Нормально? Да ты охренел. Ты где сейчас? Я сказал, у меня все под контролем. Ты повез ее в Рыбное, да? Нет, не в Рыбное. Отвечай! Не надо меня искать. Я сам разберусь. Слышишь? Алло. Алло! Что наш молодец, нет? Не в Рыбном он. Алло. Алло. Ну что, проснулась? Ты, кажется, в бармен, да? Ты смотри, узнала. Я уже и не надеялась. Зачем тебе это нужно? Я тебе ничего не сделала. Ты знаешь, сколько лет мы знакомы? Еще со школы. Я учился в параллельном классе, но ты меня только пока в моем зрении видела. Прости, пожалуйста, я тебя не помню. Я знаю, что не помнишь. И даже когда в бар пришла, душ мне изливало тоже. Ну, конечно, я понимаю, ты же мисс счастливый. А я кто? Обслуживающий персонал. Пустое место. Ну, прости меня, пожалуйста, я тебя не помню, потому что много выпила. Что? Если тебя это задело, прости меня, пожалуйста. Что? Задело? И что ты вся такая восхитительная, желанная. Меня этим просто убивало. Так хотелось тогда сказать тебе, что я не ной, что... Что я могу быть важным в твоей жизни. Сейчас. Одну секундочку. Слушай. Сучанка. Малышка моя, наконец-то мы вместе. И этот раз навсегда. Классная штучка, правда? Какая же ты мрач. Ну, зачем же ты? Зачем? Я же люблю тебя. Не трогай меня. Ну, зачем же? Зачем же ты? Я же... Я же люблю тебя. Ты даже... Эти девушек, которых ты задушил, ты тоже любишь, да? Опять ты о них начинаешь. Ну, на задушил, подумаешь. Мне же надо было как-то себя учить. Когда ты меня бросила? Бросила? Она бросила на целых три года. Пыталась разорвать нашу связь. Мне же надо было себя как-то успокоить. Но они... Не ты. Ты больной. Да. Ты больной. Да, больной. Да, больной. А ты вернулась? Мне... Мне стало легче. Теперь мы вместе. Ты и я. Что ты случилась? Воды. Отдай мне воды. Воды. Сейчас. Сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Бей, бей, бей. Я тоже понимаю, что меня ищут. Правда? Тот большой злобный парень? Не переживай. Он тебе не подходит. Не найдут. Мы очень хорошо спрятаны. Глупенькая моя. Почему? Почему ты меня постоянно отталкиваешь? Я же люблю тебя. Почему? Ты не понимаешь, почему же ты меня постоянно отталкиваешь? Я же люблю тебя. Глупенькая моя. Ну почему? Почему же ты меня постоянно отталкиваешь? Я люблю тебя. Понимаешь? Я же не могу сделать, сделать тебе больно, хотя очень этого не хочу. Я больше не буду, я больше не буду, пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста, пожалуйста. Давай-ка выйдем. Пап, я же говорил, у нас… На выход! Надо было сдать тебе в психушку, еще когда только все это начиналось, надо было сдать тебе… Ты же маме обещал заботиться обо мне. Обещал… Знал бы я тогда, что я обещаю… Я же… Я же хотел только спасти тебя от тюрьмы… Я же знаю, что там сделать с насильником, да еще с сыном мента… Пап, уезжай, а? Нет… У тебя этого было мало… Ты взял и убил первую… Ты же у меня в ногах валялся… Ты же помнишь, ты же просил, умолял, ты клялся, что… Ну, это случайно… Хорошо, окей… Все случайно… Я же подчищал за тобой все из насилования… Лишь бы ты веревку в руки не брал… Но ты не выдержал… Ты второе убил… Я здесь за тобой почистил… А что ты меня превратил… А это как-то можно остановить, а? Ну, скажи, что я должен сделать? Что я должен? Сдать тебя, да? Скажи… Пап, больше никаких убийств… В этот раз я не вру… Лена со мной… У нас все будет хорошо… Так она же видела тебя… Она видела меня… Ты что… Она же нас сдаст… Дай, миссу наш… Дай сюда наш… И нельзя выпускать отсюда… Пену кончать… Нет… Нет… Ты… Ты ее не убьешь… Она моя… Слышишь? Моя! Моя! Андрей! Эй! Чё ж… Не сидится он дома, Андрей Владимирович… Спокойно развернулся на меня и положил пистолет… Нет… Прости… Что ты заставил тебя ждать? Папа тебя не тронет, я не дам тебе… Нельзя, нельзя, чтоб он нас застал… Он хочет тебя убить, понимаешь? Что ж ты такое неугомонно? Сидел бы себе к дому не рыбаться… Ты знаешь, ты даже к лучшему. Что будешь действовать по старой схеме? Твой больной сынок убьет Лену, а меня ты засадишь в тюрьму, да? Нет, есть план проще. Я пристрелю вас обоих. И как ты это все будешь объяснять? Просто. Я застану тебя на месте преступления и пристрелю при попытке бегства. Ах ты... Ах ты... Ах ты... Ах ты... Ах ты... Зачем ты... Ах ты... А что дальше? Продолжишь за ним подметать, он же не остановится. Ты не беспокойся, это дела наши семейные. Понял? Так это ваше семейное дело, насиловать и убивать. Да вы оба больные, ублюдки. Да ты... Ах ты... А Лена, у тебя нога. Все вышли выводят, смотрите. Три видео с каждой девушкой, селфи Дениса с телами двоих. Видео? Ты серьезно? Зачем? На доброй, светлой памяти. Улыбаешься, да? Совсем тебе не страшно. О чем не бояться? Смертную казнь давно отменили. Угу. Станислав Сергеевич, как вы думаете, какой срок дадут вашему сыну? Лет тридцать? Три изнасилования, два убийства. Это пожизненное. Да, я тоже так думаю, пожизненное. Убийца, насильник, сын полицейского, который покрывал преступления и приговорил невиновных ребят. Я даже себе представить не могу, с какой радостью тебя встретят твои закамерники. Они будут делать с тобой все то же, что ты делал со своими жертвами. На протяжении всей твоей жизни, день за днём, каждый день. Извини меня, сынок. Извини. Не смог поработиться от тебя. Вас могут еще раз пригласить для дачи показаний, и все. Хорошо. Поэтому прошу не уезжать из города до окончания дела. Да, конечно. Вы свободны? На данный момент, да. Как нога? Нормально. Замерзла? Немного за обед. Перенервничала. Я думаю, надо будет чай выпустить. Как ты думаешь, Даня скоро выпустит? Я думаю, скоро я всего этого сделаю. Лена. Прости, что снова тебя вытовтяну. Прости, что дала ему тебя украсть. Я пока не увидел, что ты живая. Я сам, кажется, дышать перестал. Кажется, меня тоже знобито. Перенервничал. Надо немного чая выпить. Можно тебя кое о чем попросить? Конечно. Обними меня, пожалуйста. Я больше никогда тебя не отпущу. Я больше никогда тебя не отпущу. Никогда. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok